приветствую всех и снова рубрика вопрос ответ и я отвечаю сегодня на вопрос по теме тела по теме здоровья я задам сама сегодня вопрос вам что такое в вашем понимании в вашем ощущении вашем внутреннем отклике фраза мир иллюзия задавали ли вы себе этот вопрос и как по себе на него отвечали мир иллюзия это как что то есть реальность реально а как бы иллюзия это какое-то облако в небе или например вся жизнь реальна но какая-то часть вот того что чем я взаимодействую она иллюзорно или например какие-то мысли абсолютно адекватные реальные имеют место быть а какие-то вымышленные нереальные иллюзорные то есть послушайте внутри себя как вы это улавливаете мы теперь пойдем дальше Вот смотрите, Абсолют, находясь в состоянии неведения, забвения о самом себе – это и есть человек. Человек – это уникальное состояние соединения внутри себя частоты сознания и частоты ментала. То есть частоты сущностной и частоты личностной. И все это объединяется в одном теле. Еще хочу сказать такую вещь, что пока человек обусловлен личностью, пока человек находится на территории личности, то есть на территории ментала, он по умолчанию управляем менталом. Там никакой свободы, никакого прозрения, никакого пробуждения нет, потому что ментал не ставит свою целью сам себя разрушить, ментал не ставит свою целью освободить человека от него самого. То есть спасение утопающего – дело урок самого утопающего. Человек должен сам уловить, что что-то здесь не так, что он гораздо больше, чем просто личность, что он гораздо больше, чем просто ментальное состояние. И вот когда у него появляется некое отодвигание внутри себя, некое наблюдение, рассматривание, взаимодействие, он начинает улавливать свою настоящую природу, свою сущностную чистоту, свою настоящее, свою одинность. Теперь я хочу предложить вам вот такой вот момент. Смотрите, дневное бодрствование и ночной сон. Замечали ли вы, что когда вы засыпаете, вы не отождествляете себя с тем, что «да, я Петя Иванов, и я сейчас буду спать». Вы просто засыпаете и ощущаете во сне свое присутствие. Но не как Петя Иванова или Маша Петрова. Вы ощущаете просто свое присутствие во сне. Это первый момент. Второй момент. Замечали ли вы, что когда вы засыпаете, вы оказываетесь сразу в эпицентре какой-то ситуации. Нет такого, что вот вы маленький, вот вы растете, куда-то пошли, стали зрелым и вот, например, оказались в какой-то центре ситуации. Нет, вы сразу оказались там. Для чего я это вам говорю? Для того, что это прототип большого сна, то есть сна абсолюта. Точно так же, когда есть человек, надо задать себе вопрос. А человек действительно знает, что он родился? Да, он видит вокруг эту информацию, оживляемую информацию, объемную информацию, потому что это интерактивная реальность. Здесь все мысли, все концепции, все образы получают воплощение. Но это не значит, что они имеют отношение к абсолюту. Итак, по тому, что человек родился или нет, я думаю, вы уже улавливаете свой ответ. А если вы улавливаете ответ по поводу рожденец, значит, вы улавливаете некий отклик и по поводу смерти. Но об этом будет в других роликах. Теперь я хочу сказать вам вот еще какой момент. Информационное поле – это такая одна субстанция, да? И человек пронизан этой субстанцией, он находится на этой территории. И вот еще такой момент я хотела сказать, что когда человек находится в состоянии обусловленности, да, то действует закон по образу и подобию. То есть, все, с чем человек взаимодействует, подобно той частоте, на которой он находится. То есть, если человек находится на частоте сна, он ничего не увидит из частоты пробуждения до тех пор, пока он не начнет расшатывать эту частоту хотя бы тем, что «стоп, что-то здесь не так». То есть, начнет несколько как бы выдвигаться, начнет как будто находиться в каком-то разотердествлении, рассматривании со стороны. То есть, если человек сидит, например, за рулем в машине, он не может посмотреть, что там с бампером, ему нужно выйти. И заметьте, когда он выходит, он не говорит «я вот сейчас буду разотердествляться, поэтому выйду». Сам факт его выхода и рассматривания со стороны уже является алгоритмом разотердествления. Теперь пойдем дальше. Информационная частота, да, она пронизывает собой все. И, соответственно, тело имеет точно такую же информационную составляющую, только более мощную, более уплотненный уровень. Я приведу такой пример. Наверняка вы замечали людей, когда вы смотрите на их лицо, у вас появляется… То есть, их лицо что-то излучает. Излучает, возможно, допустим, какую-то мудрость, да, какое-то спокойствие, или какую-то понурость, или какую-то надменность, какой-то пофигизм, или какую-то оптимистичную какую-то нотку. Почему? Потому что это та частота, это такой код излучения, показывающий, что человек пропитан этим, этим мышлением, этой ментальной частотой. И эта частота как бы оседает и формирует этот облик. Так вот, тема здоровья, она напрямую взаимосвязана с тем, что я сейчас сказала. Еще такой момент очень важный. Первый пункт – это двойственность и дуальность. Я хочу заметить, что не подписывайтесь, будьте осторожны с таким мнением и с таким подходом, что, например, здоровье – это Бог, а, допустим, болезнь – это дьявол. Или, допустим, выздоровление – это рай, а заболевание или, допустим, потеря здоровья – это ад. Ни в коем случае. Бог или абсолютность, то есть она никогда не находится в картине деления, она не находится в картине качелей, оно находится за пределами, то есть вне этого. И поэтому, если вы, например, смотрите, будете говорить, так, я хочу духовного развития, я хочу развиваться, я хочу куда-то дальше двигаться, и это приведет меня к здоровью. Нет, вы двигаетесь внутри идеи, оно вас не приведет. Более того, как только вы двигаетесь внутри одной чаши весов, ментал делает все, чтобы запустить другую чашу, чтобы уравновесить, чтобы в итоге был как бы баланс, был ноль-нуля. И цель – это обнаружение своей истинной природы, обнаружение контакта с самим собой. Только таким образом можете услышать, что действительно сейчас стоит кушать, что не стоит, что действительно сейчас делать, что не стоит. Например, приведу еще такой пример по поводу женщины, которая «я не могу жить с этим человеком, потому что, допустим, мне он не нравится, но я не могу уйти, потому что я боюсь, у меня дети или еще что-то, годы жизни». И она насилует себя, продолжая оставаться в этих отношениях. Как вы думаете, что пострадает в первую очередь? Весь женский аспект ее здоровья. Потому что насилуя себя благодаря этой идее и благодаря страхам в связи с этой идеей, она и проживает вот этот страдальческий опыт. Потому что есть причинно-следственная связь в данном. Это никакого отношения к армии не имеет. Причинно-следственная связь в информационном пространстве. Следующее, что я хочу сказать. Когда даже я говорю о том, что есть сущностное и есть личностное, тоже будьте осторожны. Это просто частота забвений. Это не то, что есть абсолют и какой-то противовес ему. Здесь просто разные ракурсы взаимодействия. Точно так же, как если мы возьмем кварц. Например, вы не можете отделить кварц от кристаллической решетки. Это просто разные взаимодействия с его гранями. Еще какой момент я хочу сказать, что здоровье всегда вам показывает, есть ли у вас контакт с самим собой или нет. Почему? Потому что внутри вас существуют определенные программы образа себя и себе. Они конфликтуют друг с другом. Вы даже можете это проверить. Например, вы как мать или отец, и вы как сын или дочь. Если в свое время, будучи ребенком, вы не хотели, чтобы вас контролировали, вы не хотели, чтобы вас проверяли и как-то вторгались в вашу жизнь. Но стоило вам стать самим родителем, вы это точно так же делаете. И получается, у вас одномоментно два конфликта. То есть я отец одно, я сын совершенно другой. Точно так же в отношениях. И эти конфликты, они не просто какой-то вымысел в складском помещении. Они живые, они конфликтуют. Это так, знаете, как замыкание в проводах, когда кабель перегревается. Точно так же ваш организм перегревается от этого внутреннего конфликта. Поэтому прежде всего должно быть наблюдение. Прежде всего должна быть правда самим собой, контакт с самим собой, слышание самого себя. Только так вы можете прийти к целостной чистоте, которой и есть здоровье, но не идея о нем.